Сегодня приступим ко второй части заявленного очерка о музыкальных династиях. И снова нам предстоит в очередной раз развенчать миф о грандиозных родителях и их никчемных потомках. Прежде всего озвучу то, о чём заявлено в названии, а именно, при чём тут Бах? Иоганн Себастьян Бах слыл своим трудолюбием и желанием учиться у передовых композиторов того времени. Многие из вас знают, что он учился у Вивальди. В качестве примера мы имеем его рукописи с заголовком «До по Вивальди», то есть «После Вивальди». Но не только это. Среди его 16 концертов разных мастеров мы, кроме Вивальди, видим там и имена тех, о ком пойдёт дальше речь. Это братья Марчелло. Предлагаю прослушать один такой фрагмент. Теперь вернёмся к братьям Марчелло. Начнём со старшего, а именно Александра. Он родился в Венеции 1 февраля 1673 года и был родом из семьи сенатора Агустино и Паулины Капелло. Первое образование он получил от отца, а затем продолжил обучение в Падуе. Образование, которое дал ему отец, тесно сотрудничавший с театром Сант-Анджело, где работал Антонио Вивальди, оказало прямое влияние на Александра. Но, по-видимому, должность отца сказалась на том, что первоочередной стала должность не композитора, а дипломата. Итак, в декабре 1690 года Марчелло стал членом Маджор Консильо и между 1700 и 1701 годами занимал дипломатические посты на Пелопонессе и на Востоке. Но Александра не испытывал привязанности к такой деятельности. Он разносторонне развит, его тянет и к литературе, и к живописи, и к музыке. Он пишет 8 книг-куплетов, которые он опубликовал в 1719 году под названием «Отзи Джованнили». В то же время Александра находит время для росписи в семейных резиденциях Венеции и занимается философией, математикой, механикой и коллекцией музыкальных инструментов. Насколько это продуктивно, судить специалистам. Но мы вернемся к музыке. Будучи музыкантом-любителем, он пишет ряд концертных сборников, в том числе 6 концертов для Габоя, опубликованных под названием «Ля Четра». Это где-то в августе 1740 года. А также пишет кантаты, арии, песни и сонаты для скрипки. Все это время устраивая концерты в своем доме в Венеции. Некоторые произведения им пишутся под псевдонимом Этерио Стефанлико, как члену знаменитой Папской Академии Аркадии. Давайте вместе прослушаем фрагменты наследия Александру Марчеллу. Академия Аркадия Аркадия Теперь, друзья, мы обратимся к жизни и творчеству младшего брата Алессандра, Бенедетто Марчеллу, тем более, что его мастерство послужило обучению Баха, что мы и видим в перечне того самого сборника, о котором мы говорили вначале. Итак, Бенедетто Джакумо Марчеллу был младшим братом Алессандра. Он родился там же, где его брат, то есть в Венеции, 24 июля 1686 года. Мало кто знает, но в семье сенатора Агустинов, помимо сыновей Алессандра и Бенедетто, был также и Джероламо. Все дети получили от отца раннее музыкальное образование. Кроме того, согласно некоторым источникам, отец сосредоточил обучение троих детей на итальянской поэзии и каждое утро заставлял их сочинять дюжину стихов. Со своей стороны Бенедетто Марчеллу приобщился к изучению игры на скрипке, и поначалу результаты были весьма посредственными. Согласно анекдоту, рассказанному некоторыми современниками, его интерес к музыке был вызван особым эпизодом. Однажды принцесса Брауншвейк посетила семью Марчелла, чтобы присутствовать на казни Алессандра. Поняв Бенедетто, она спросила, что она делает, и Алессандра ответил, что, учитывая отсутствие таланта его брата, самое большое наказание ему – это будет вынесенный приговор оценки его музыкального таланта. Соответственно, Бенедетто, обиженный, покаялся посвятить себя музыкальным занятиям с предельным упорством. Насколько это достоверно, неизвестно. Известно лишь то, что Бенедетто впоследствии займется музыкой профессионально, в отличие от своего старшего брата Алессандра, и уж тем более Джироамо. Приблизительно в возрасте 20 лет он посвятил себя изучению теории музыки и композиции с такой энергией, что поставил под угрозу собственное здоровье. Его учителем был Франческо Гаспарини, служивший в то время хормейстером Оспидали Депьета в Венеции. Параллельно Бенедетто изучает игру на клавесине и скрипке, а также мастерство композитора. Опираясь на наследие предшественников, таких как Палестрино, Монтеверди, Фрискубальдо, Кариссими, Люли, Карелли и ряда других композиторов. Предметное изучение великих мастеров не могло не дать соответствующих плодов. И уже сегодня первое, что приходит нам на ум при упоминании Бенедетто Марчелло, это «Эстро поэтику армонику» – поэтические гармонические вдохновения, сочиненные в середине 20-х годов XVIII века, где обозначены 50 псалмов для голосов и бассо-континио. В итальянской версии парафраза созданы Джероламу, Асканию, Джустиниани. Этими композициями восхищался Чарльз Эйвизон, который вместе с Джоном Гартом редактировал это издание с текстами на английском языке. Своё мнение о состоянии музыкальной драмы того времени Бенедетто выразил в сатирической брошюре «Иль театру аль-ля-мода», анонимно опубликованной в Венеции в 1720 году. Вот что об этом говорит Густав Маллер. Он направил свою сатиру не против оперы как таковой, а только против неряшливой рутины и злоупотреблений, проникших в оперную постановку. Он никого не щадил и атаковал композиторов, певцов и режиссёров. Яркая картина, которую он рисует, во многом также применима и к современной оперной традиции, которая тождественно шлан-перьер, небрежность. Марчелло предоставил свои язвительные предложения в якобы серьёзном томе и косвенно раскрыл больше о музыкальных социальных аспектах оперы, чем другие авторы с помощью фактических отчётов. Самые ожесточённые нападки были направлены против кастратов, которые явно воплощали самые жестокие стороны оперы. Их пение насмешливо называли смехом Каплуна. За пределами Италии их иногда избивали на улицах не из-за их пения, а из-за экономической зависти и социальной несправедливости. Среди почитателей творчества Марчелла Младшего были Гёте, Руссини и Верди. Больше всего они восхищались его религиозной музыкой, а именно псалмами. Вот один из таких фрагментов. А далее мы прослушаем другие фрагменты его нерелигиозных сочинений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Естественно, мы снова вернёмся к тому, а при чём же здесь Бах? А вот при чём. Обучаясь музыке у передовых итальянских композиторов, он, как и было сказано ранее, учился и у Бенедетто. Вот его переложение одного из концертов Марчелла Младшего на клавир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok